Привет! Расскажем о результатах, расписании, таблицах и бомбардирах украинской премьеры лиги. В 26-м туре состоялось всего лишь 5 матчей, и Карпаты вновь делают тур неполным. Их соперником должен был стать Днепр-1. Мариуполь, который имел всего лишь 2 момента за всю игру, поделил с Ворской очки 1-1. Стоит отметить, что гости в конце игры на 95-й минуте игры получили прямую красную карточку. Для полтавской команды это уже 5-е удаление в этом сезоне. Ганский легионер Наджип Якубу забивает свой второй мяч за полтора года. Отметим также ничейную серию Ворсклы, которая тянется уже 3 поединка подряд. В прошлом выпуске мы упомянули, что Олимпик в 2020 году еще ни разу не выиграл. И вот клуб разобрался со Львовом 2-0, взяв реванш за поражение в феврале 0-1. 6,5 месяцев команда не знала вкуса побед. Француз Максим Тейшера забивает свой первый дубль в украинской лиге. Львов после возобновления сезона пропускает в каждом туре. Заря и Динамо встретились в ключевой игре этого тура. Совпадение ли, но киевляне в прошлом туре также побеждали в большинстве. Решил почитать и выяснилось, что подобным преимуществом клуб владел в этом сезоне в пятый раз. Но все голы и ворота Зарей были забиты еще до удаления. В итоге баталия за второе место закончилась с результатом 3-1. Отмечаем Виталия Буяльского, который забивает в третьем туре к ряду. Ему не помешал даже Ливень. Вспомним, что за последние 12 месяцев клубы видятся уже в четвертый раз. И впервые за этот период побеждает Динамо. Две ничьи и одно поражение в декабре. Шахтер отправился к последней команде группы лидеров. Матч с Колосом завершился в пользу горняков. Шахтер имеет сейчас 3 победы подряд, а вот Колос 6 поражений к ряду. Мараес забивает свой очередной гол. Вскоре посмотрим список лучших бомбардиров. А сейчас добавлю, что предыдущие две игры между этими клубами заканчивались довольно результативно. 3-4 и 6-0. Александрия и Десна закрывали этот тур. Матч за четвертое место. Десна в этом чемпионате была дважды сильней. Третья попытка тоже завершилась успехом. Отметим прекрасную выездную серию Десны, которая за полгода уступила только дважды и то на поле шахтера. Вашему вниманию расписание 27-й игровой недели, которая будет растянуто на 4 дня. 19 июня в пятницу сыграют Мариуполь и Львов. На следующий день ожидается 3 матча. Игра Карпат и Олимпика под вопросом. Когда львовяне будут доигрывать свои матчи, неизвестно. Вечером Ворскла сразится со Львовом, а Шахтер проверит Александрию. Воскресенье Десна – Заря, а на понедельник встает матч Динамо и Колоса. Список лучших бомбардиров. Марайс забивает свой 19-й мяч. Филиппов из Десны выходит на второе место, а Тайсон опускается на третье. У Леднева и Заря остается 11 лучшие ассистенты. Марайс имеет 8 голевых пасов, у Тайсона и Кочергина по 7. Таблица. В обзоре на матчи Бундеслиги мы говорили о том, что в следующем туре в Германии может определиться чемпион. В украинской лиге в следующем туре также может произойти коронация Шахтера. За 6 туров до финиша Гораникея переезжает ближайшего конкурента на 16 очков. Динамо закрепилось на второй строчке, но еще впереди повторная игра с Зарей и Шахтером. В июле Александрия 5-я, Кола замыкает первую шестерку. В группе вылета первым идет Днепр 1, который набрал 34 очка. У Мариуполя 27, Олимпик и Ворскла имеют по 23, у Львова 22, у Карпат 14. Если вам нравятся наши обзоры, подписывайтесь. Услышимся на спортивном уже скоро.